Хоккейный клуб «Адмирал» на домашней площадке принимал нижнекамский нефтехимик. Замыкая восьмерку сильнейших конференций «Восток», обеим командам было особенно важно одержать победу в этой игре. Моряки начали смело. Уже на третьей минуте отметились с забитой шайбой, правда, после просмотра видеоповтора рефери гол отменили. Заметили игру высокоподнятой клюшкой. Но хозяев это не расстроило, и уже через шесть минут «Адмирал» забил гол без нарушения правил. А дальше игра пошла без передыха. Гости сравняли счет под конец периода, огорчил приморцев их бывший бомбардир «Макаров». К счастью, реализовав выход 2 в 1, моряки вновь вышли вперед. А всего за минуту до сирены Лугин кистевым вонзил и третью шайбу – 3-1. Счет, свойственный к концу матча, лишь перевел игру на второй период. Его начали снова с обмена голами. Начинали гости, заканчивали хозяева. Только за вторую 20-минутку было заброшено 5 шайб. К последнему игровому отрезку команды подошли со счетом 5-4 в пользу «Адмирала» и вдобавок с усталостью. Только за 6 минут до конца приморцы, казалось, нокаутировали соперника в большинстве. Райт сработал на дальние штанги 6-4. Но нефтехимик ответил снова 6-5. Судьба такого результативного матча решилась только на последней минуте, когда гости сняли вратаря, чем воспользовался Союзтов. И забил седьмую и, наконец, последнюю шайбу. 7-5 в пользу «Адмирала». Все-таки мы победили. Все равно тренерский штаб врат. Это была игра за каждое очко. Поэтому у нас серьезные игры. Игра сложилась немножко туда-сюда. Но главное, что три очка взяли и готовим к следующей игре. Хозяев хочу поздравить с победой. Интересная игра для болельщиков. Для тренеров она не очень. Кое-какие выводы сделаем. Будем готовиться к следующей игре. «Адмирал» тем временем продолжает шествие в домашней серии матчей. Следующую игру приморцы проведут с автомобилистом из Екатеринбурга. Первенство приморского края по синхронному плаванию прошло во Владивостоке. Ежегодные соревнования в этот раз собрали небольшое количество участников. 10 команд из двух городов, находки и непосредственно приморской столицы. В бассейне спорткомплекса «Олимпийц» выступали синхронистки в возрасте 12 и 17 лет. Стоит отметить, что спортсменки, показавшие лучшие результаты, будут отправлены на первенство страны, а также параллельно будут отбираться на спартакиаду учащихся России. Опыт на всероссийских соревнованиях у приморцев есть, однако не лучший. Наши девушки обычно занимают средние позиции в турнирной таблице. Поэтому, по словам представителей местного синхронного плавания, этому виду спорта в городе и крае есть еще куда расти. И такие первенства – отличный способ, чтобы обкатать свои навыки. Боец из Владивостока Геннадий Ковалев успешно дебютировал на турнире промоушена Fight Night Global. На боевом вечере, который проходил в Москве, приморец выступал в весе 77 килограммов. В соперники Ковалеву попался чемпион мира по боевому самбо и джиу-джитсу москвич Алексей Иванов. Начали схватку оба спортсмена осторожно. В течение почти целой минуты бойцы не произвели ни одного опасного удара или захвата. Первым в атаку рискнул пойти Иванов, за что вскоре и поплатился. Ковалев уверенно зажал голову противника и буквально за несколько секунд заставил его сдаться. Свою победу удушающим приморец от радости тут же стал праздновать вместе со своим соперником и только потом со своей командой. Таким образом, статистика Ковалева теперь насчитывает 16 выигранных боев и всего 5 поражений за всю профессиональную карьеру. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.